Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение моей партии за Скифию в Сидмер Стивилизейшн 6 Газарин Сторм. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Всегда лучше смотреть по порядку. Ссылка на нее есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо вам за поддержку. На этом вступительное слово закончено. Приятного вам продолжения просмотра. Сейчас посмотрим, как у нас с развитием. Счет посмотрим, как там у всех. Ну, городов должно быть больше всего у меня, потому что я взял пантеон. То есть никто не мог больше трех поставить, по-моему. Давайте счет глянем. На первом месте Атом, кстати. Ну и вот такая же империя, как у меня. Значит, у них 4 города и социальных институтов он впереди. И по технологиям впереди. У всех остальных поменьше. Так. Так, ну что. Покупаем клетку. Вырубаем лес. Ставим кампус. Кампус. Плюс 4. Просто плюс 4. Тут кампус тоже плюс 4. Ну, вот эти два города такие немного. Так, давайте, значит... Где-то 4 очка взять за два. Вот сюда. Я вот тоже в этом кампус ставлю. Ставится. И вот сюда кампус или сюда. Так, ну что, побегим. Побегим этим скаутом куда-нибудь сюда исследовать. Да. Тереполе и магнусом, магнусом, магнусом. Покровку. Знаете, подумаем, что мне тут обрабатывать лучше. Да, никто никаких районов не строит еще. Надеюсь, я первую построю. Тем более, вот этот ученый классный. Библиотеки тут плюс одну науки. И мгновенно строит библиотеку. Вообще, зашибись райончик. Ну, давайте, наверное, пастбище. Да, скоро это засуха закончится. Что за говнище? Сколько ходов она уже длится. Это вообще не смешно уже. Счастье. Ну, конечно, не хватает счастья. Вот все, все мне разрушило. Слышь, смычку. Блин, как бы никого не встретить. Это кто говорит? А мне одну очку надо. И хотелось бы кого-нибудь. Ну, у меня есть... Благодаря такой карте... Так, ну, тут, конечно, такая... Играя, как будто вот раньше все в темной стремились, вот мне так же сейчас, как... Ну, ну, ну... Через монашество, наверное. Уйдешь в университете. Блин, я бы еще одну ГГшку найти, кстати, для ускорения философии. Да. Амбар, тут у меня пока стоит на юниты, да? Ну, давайте, может, война. Тут и есть монашество, типа, никого не видно, никого не слышно. Пошли, наверное, сейчас восстанавливать. Заходник. Клетки. Ну, я думаю, что уже засуха, ну, должна уже заканчиваться. Ну, это просто не... не дело. У меня уже ходов пять оно. А еще один ход, да, кстати. Когда наводишь мышкой, напишет, сколько... Сколько длится засуха. Ну, мне, кстати, этих овец, наверное, надо будет вырубить. То есть здесь поставить потом коммерческие районы, здесь гавань. Но не сейчас пока. Пойду, наверное, обработаю. Хотя надо ли мне благовоние обрабатывать? Вот сейчас прямо надо ли? Я думаю, нет. У меня еще благодаря пантеону все быстро будет открываться. Так, трудовая повинность ускорилась. Не, темно было. Ну, что тут брать? Монументальность. У меня, правда, вера. Ну, что-то капает. Плюс одну культуру закажет специализированным. У меня как бы и будет. Ладно, давайте монументальность возьмем. Так, вот, ремонтируем лошадей. Тут обрабатываем. Тут строим. Надо находить город-государство. Кампус. Ну, я не так. Давайте глянем. Один ли я? Нет, уже кто-то есть с ученым. Видите? То есть, я на ход опоздал. Ну, этого... Тут между нами такое море-заливник, знаю, кого назвать. И, соответственно, я условно на левном берегу, ты условно на правом. Вот ты на правом по побережью поселилась в далеках. Там куча гор. Построю одного копейщика. Вот два хода буквально. Я поставлю потом карточку на... Окей, господи. На поселенцев. И прямо над ней, короче, береговая линия такая идет. Ты ее планируешь? Можно сказать... Да, да, да. А потом там одни горы. Там только можно два города. Кстати, а вот тут у нас море? Это озеро тоже. Потому что они говорят, что где-то море есть в этой игре. Да, на два, три, четыре. Ну, что-то, кубосень, как-нибудь-то. А ты, значит, горы не видишь, которые тут проходят? Ну, горы не вижу, я прям, думаю, прям по берегу. Так тык-тык-тык. А вот, горы все второй строчек, ну, второй клеткой. Так, вроде не так страшно. Ну, тут убьют скауты, если я вставлю. Ну, как ты понимаешь, с моей стороны, чтобы спуститься вниз к хокке, нужно идти... Часть немножко вернулась, поэтому пойдем к лошадей. Который не дает пройти. Потому что это все производство дает. Ну, за счет. Так, здесь в очередь ставим... ...поселенцев. Я поставлю карточку для поселенцев. И, чтобы найти какие-то... Хотя надо увидеть, чтобы... Два заряда, давайте, наверное, шоу к файламу выработаем. Работаем, несчастье надо. Наискосом гора идет, которая... ...закроет... ...блин, где вы тут хоть кто-то пытаетесь понять? Ребята, где вы все? А вы где все? Я уже в каждую сторону клеток 20, наверное, исследовал. Может быть, как раз тот отсутствующий десятый игрок возле тебя должен был... Ну, хорошо, он с одной стороны. То есть справа, сверху и слева никого нет. Снизу у меня... Ой, так, что-то я... Ну, блин, не придумал, что тут строить. Ну, я двоих нашел, нормально. Ну, копья против... Гази, Зензибар вообще в другом конце карты. Сейчас будет чей клик быстрее? Люкс? АД? А че... Не понял. А че АД убежал? Привет, Алексей! О, наконец-то! Здорово, АД. Ну, я его не бил, поэтому как-то... Не особо честный. А кто его был? Я. А-а-а, ладно, забирай туда. Что-то модель, есть у тебя чем поторговать? Пока, по-моему, нету. Нету, да. Ну, если что, я готов, мне там благовония имеются. Ну, скоро сахар будет. Сладкая жизнь. Ну, мы очень далеко, я так понимаю. Ну, видимо, да, потому что... Ты, если ты пришел справа, а я направо... Ты находил ггшки вот, которые справа? Ну, сверху, которые две, да? Блин, блин. Че-то не успеваю. А, ну да, вот ты их нашел. То есть, я вот дошел до них и решил уже дальше что-то не идти. Ну, тебе прям чуть-чуть, если бы дальше прошел, меня бы еще одного встретил бы. Но я тебе хочу сказать, что эта карта очень под тебя сгенерировалась, для твоей цивилизации. Да, да. То есть, голландцы от рек получают... Поощущения, карта очень большая и неконтактная. Ну, не сказать. Неясно, у кого-то контактная. Ребята, а я вообще океан нашел. Так вы его не нашел? А как бы я на нем живу. Так вы говорили, что тут море, а тут океан конкретно. Ну, они небольшие, относительно. У нас именно море, причем внутреннее. Из него не выйти никуда. То есть, она... Как Каспийская, короче. Так, что у нас там с этим парикем... Ага, так это голландец и построил, да. Каравеллы в руки пошли пешком. Ну, я не поменял на поселенцев здесь. Парамский канал. Так, давайте что-нибудь другое... Давайте военную традицию откроем. На 10 клеток? Да, да, клетка на 10. Да-да-да, это... А вот ты стоять, а вы вообще построите такой? Ну, на самом деле, нам и надо было позволить строить каналы, если они соседствуют рядом с другим каналом. Вот это было бы... Был бы челлендж разделить пополам пангею, например. А-а-а... Ты уверен, что в этом был бы какой-то смысл? Нет. Смысл бы в этом не было. Посмотрим, может, тут еще где-то можно поставить кампус. Вот тут выглядят какие-то горы. То есть, может, сюда какой-то город бахнуть. И кампус не положить. То есть, сейчас я пройду туда. Кстати, а что я сюда иду? Давайте, мол, этим лучше защищать. Ну, пока что предпосылок нет. Не, Кагир, туда нет смысла топать. Да я от наводения просто ушел. Ну, а только случилось, ну, ладно. Ну, да, да, и почти убило меня воин. Так, мы пойдем тогда лошадей этих еще обрабатывать. О, я еще кого-то вижу, наконец-то. Сейчас встретимся. Здесь живые. Какие героицы? Я даже не знаю, как героически после такого темного века выходить. Че найдешь. Может, здесь политическую построим? Политический район? Вопрос только где? Я вот здесь построил. Тогда давайте не пойдем к лошадям. Один ход тут потерпим. Блин, я не поменял опять. Надеюсь, успел. Таймер быстро, конечно, стоит. Как не пишешь в комментариях, Леша сидит, тупит. Потом, в последний момент все делает. Девушки. 3-1-3. Так, голландец, а голландец в нормальном веке. О, кого встретили. Бандар Брюне. Все, ускорили политическую философию. Поселенцы стоят. Отлично. Все очень хорошо. Так, значит, здесь покупаем клетку. Вырубаем. Привет. Ставим политический район. Так, ну и кого тут встречу? О, Челинья, здорова. Здорово. Здорово. Че, как сам? Ну, живо-живо. Живем. Проложить торговый путь в Канде. Далеко не получится выполнить. Далеко, Алексей, отсюда. Да. Да мы тут все далеко, я так понимаю. Рашли тучими отрядами, я не жду. Ну, я думаю, Катя думал, на кого эта пустыня сгенерировалась, а вот на тебя оказывается. Какая пустыня? Я вот только гобью вижу пустыню. Блин, я не вижу какое-то название в этой пустыне. А, Руб Эль Хали. Ну, это даже было более палевно, чем просто сказать язык в игре. Да, это да. Так, вот, в принципе, гостовые. Защищаем и... По основам. Как бы, да, тут юнитов-то строить-то особо незачем, потому что... Здорово. А может, сморабливать на каждого его? Вот это сюрприз. Крок, здорово. Привет, привет. Ты что, ты сверху? Я доволен, я от тебя очень далеко. А почему у меня определенный юнит ходит с тормозами? У меня тоже потормаживает меня. Все логично. Причем именно на одном я замечаю. Или это совпадение? Какой родился? Может, проект сделать в мире, например, сколько будет проект, если... Кстати, вот, ну, раз я уже, ну... Ну, это ничего не надо брать. Но почему у него цвет, типа, такой не оригинальный, типа, для османов? Или это... Почему он не зеленый? По-моему, цвета после очередного патча меняются просто так. Не боюсь тебе, да, что таким же цветом... Бля, что же где-то еще ниже, чем на скалом, да? Ну, тут, ладно, один ход можно пропустить на постройке. Ну, по науке так все рядышком прямо. Ну, мои кампуса потом сыграют свою роль. Они как раз качалам, я бы, конечно, найти научную ГГшки. Да, собственно. То есть... С другой стороны, тогда будет вообще все заширить. Доктор, не игнорирует. Так, ну что, пойдем, наверное, эти... Это я скажу, что мальник зашел. Это неожиданный. Полечимся, потому что тут... И берем олигархию, я думаю. Нет, ну, готов к нему. Смешно, я сам поселенцев оставляем. Здесь... Так, то есть ты хочешь жить здесь, да? Так, с кем там, говорю? Сравнись от удвоенный юнит разведки. Тут плюс два влияния. И сюда... Рассказать. Полководцев ВИЧ. Плюс дважды очка великих ученых. Конечно же. Так, здесь возьмем пока пингалу. Вопрос, куда? В куль оба. Скажи, не молчи. Это будет... Это будет самый твой дальний. О чем мы не пошли никуда. Блин, еще какие-то планы. Пока сюда идем. Что-то я целый ход пришел. Аклексей, ты, кстати, не так уж и далеко от меня. Да? Так это же здорово. Ты еще пару городов ко мне поставь, чтобы мне удобнее было. То есть, я смотрю, ты взял пантеон на геотермальные источники, а не на пустыню? А его не... А его мне не дали, типа... В смысле, кто-то уже взял пантеон на пустыню. Какой-то не хороший человек забрал. Маттал столько на джунгли. Ну, а был на джунгли в шассе. Дима, это нравится, что юниты лечатся, когда убивают. Мистер, где зачем тебе столько воинов? Я от варваров отбиваюсь. Хочешь дружбу? Давай. Ну, сколько здесь будет кампус? Плюс 5. Красотища. Я только повторяю, мне надо еще гг-шку научную найти и будет вообще... Улет. Так, тут мне... Ладно, еще вниз пойду. Там не пройти, к сожалению. Так, колесо открою. Тут монумент завершил. Сколько там осталось нам? Два очка, у меня четыре очка. Амбар. Да, наверное, можно амбар построить. Че, Алексей, дружить не будем, да? Я не увидел. Я, собственно, ты единственные границы, кого я вижу. То есть... Мне просто интересно, будут ли вообще караваны дотягиваться у нас с такими расстояниями? Там будут когда-нибудь делаться. Мне кажется, озера какая-то слишком все-таки много территории. Ну да. Странноватая, да. Принесли тут у всех город дофига. Мы из-за большой территории очень много варваров. Может попробовать... Убить. Так, а сколько нам еще долго? Не, давайте пока... Если я хочу знать, что тут за территорию... Ну вот, кампус на плюс три, да? Я... У меня настолько не было варваров, что я снялся ни одного ускорения на варвары не был. Не удалось получить. У меня тут дофига варваров. Мне так может не быть варваров с такой пустой территорией. Ну, ура, у меня были, только я что-то как-то быстро... А вот мне и в трудни вообще повезло. Вот ты пристал к человеку, а? Мы просто очень близкие соседи. Я готов пускать тебя по каравану, и мистер Ди. Не сейчас. Когда ты начнешь воевать со своим соседом. Блин, не знаю, хочется как-то так город поставить, чтобы еще куда-то сюда влез город. Так, только мы, интересно, Нидерланды второй кампус поставили, или библиотеку? Так, надо не забывать, что я могу рабочих за веру покупать. Наверное, вот здесь я куплю. С варварами у меня все настолько плохо, что я поставил город прямо под варварский лагерь, и заспавнившиеся возле него юниты все равно куда-то убегают, судя по всему. Выкупи его. Парь все больше. Забудь об этом. Так я же поставил, я хочу хоть что-то нафармить с него. В смысле, выкупи. Блин, вот этот город, конечно, без производства особо будет, к сожалению. Что там с ресурсами? Ничего. А еще я уже разведчиком ходов 20 иду вдоль одной длиннющей горной гряды, в которой нигде даже ни одной дырки нет. Сделаешь потом, что ты. Я по-либо, как еще больно ударит моего этого. Я про лабораторию и про селитку. Ну что, может Канди засоюзить? С другой стороны, в бандар. Кто развалил? Мне тоже кажется, что вы лучше кто-то промолчал. Ваши торговые посылы в иностранных городах дают плюс одно золотое. Думаю, это уже не работает. Давайте Канди засоюзим. Вдруг я найду чудеса. О, вот я и нашел. Но мне, по-моему, не дали. Мне все равно не дали. Ну так и честно. Я нашел какое-то чудо природы, благодаря тому, что засоюзил Канди. Блин, я не посмотрел просто какое. Куда она поставилась? Вот это я зря. Вот это я зря потерял, конечно. Так, тут еще холм, да? То есть он может обстреливать меня. Уйдем отсюда. Блин, тут еще и разлив реки. Так, давайте с голландцем дружбу попробуем объявить. О, еще руинки никем не найдены. Ну что, убиваем и лечимся? Класс. Офигительная способность, конечно. Так, ну что, тут пойдем... Мне вот сюда предлагают. Так, пока так пойдем. Еще поселенцы. Расселятся так расселятся уже. Блин, не знаю, что этим рабочим делать. Что-то построил. Может, давайте лучше здесь в коль обе обрабатывать все. Блин, это эти тундры, конечно. Я тут не смогу усилиться, но... Отсюда будет постоянно набеги варваров происходить. Что мне очень не нравится. Ну вот и ученые. А какой следующий, интересно? Нет, я хорошего взял. Отлично. Это хороший ученый. Сразу делает библиотеку. Все библиотеки плюс один дают. Это очень хорошо. Так. Дальше возьмем... Тут город ставим. Так, монумент. Тут покупаем строителя. Кого возьмем? Давайте, наверное, Лян. Уже в Майкоп. Стою, полечусь. 20 денег дали. Ну... Не то чтобы... Да, вот сюда я хочу какой-то город ставить. Точно. Знаете, наверное, надо в эту сторону города ставить. Вот тут на реке поставить. Потом сюда. Потому что, ну, здесь в тундре... Ну, блин, тут есть, конечно, плюс 3. Но... А я уже сюда веду. Нет, меняем направление. Блин, не успеваю ничего выбрать. У меня денег мало. Мне нужны где-то деньги. Непонятно только где. Там, бедный скаут голландца. Давайте уже, наверное, против варваров возьмем. Удвоенный опыт разведки. Дип, смотри. Так, и ученые тоже не надо. Строительство чудес. А теперь плюс одно производство. Так, что по науке? Куда нам дальше двигаться? Давайте, наверное, навигацию по звездам открою. В культуре, драма и поэзии. Так, исторические хроники. Потом госслужба. Исторические хроники для плюс 100% кампуса. У меня их тут прилично, этих кампусов. Зировшанский хребет. Так, центр коммерции на плюс 4. Надо уже с деньгами что-то решать просто библиотеку, конечно. Раз, два, три, четыре, пять городов уже. Шестой идет, седьмой. Вот эта вот грустная степь мне не нравится. Поэтому я вот тут буду ставить города. Здесь есть, видите, плюс 3, да? Здесь, наверное, куда-то сюда. Даже, наверное, куда-то либо сюда, либо сюда город. Потом город, наверное, на камень поставлю. Рядом с большим барьерным рифом. Или на рис. Просто-то, видите, лисица есть. И вообще. Ну, этот вулкан. Пускай становится активным. Так. Сначала выкупаем эту клетку. Теперь, посмотрите, у меня там... Смущает меня тут дуболон. Ставим сюда кампус. Так, дальше. Чего? Сейчас мы еще. На, у меня там идет юнит. Просто у меня под столицей пять юнитов варвара. Нашествие варварская. Это плохо, скорее. Нет, не буду покапать. У меня нет денег на содержание. А мы, я не помню, ресурсы же стандартные ставили, неизобильные. Да, стандартные. Что-то тебе похоже, будто всеизобильные. Ну, надо пугаться. Не, у меня-то нет. Я просто... Нашел территорию, где пять сахара, прям рядом друг с другом. А пошли в образование, что нам? Три рудника, три спецрайонов. Шесть. Давайте пока, да, ученичество. Ну, друзья, рудники вы построить. А, ну вот, да. У меня только один рудник построен, по-моему, да? А мне с железом завезло. Это полезная информация. Так, этот сюда, по силу, идет. Этого я тоже сюда, на побережье, отправлю. К большому барьерному рифу. Так, сколько там ходов до конца? Шестнадцать. Ну, то есть, все еще курганы могу свои поставить на плюс четыре. Все еще конных лучников саки могу сделать. У кого там варвары? Могу лошадей продать. У меня шесть варваров, но лошади у меня есть. Лошадей продать. А могу своих, да, пригнать? И помочь, да, варварам? И помочь варварам, да. О, сейчас мы ставим на плюс сто процентов. Ну, меня радует только то, что они стоят и смотрят. Может, пока поселенцев хватит делать? Варвары бои или... Ну, 44. Ну, Рим тоже вон поставил карту. Но вообще они как бы легко берут город, потому что тут три дуболома, два лучника и пикинера. И как бы... Перестань нас пугать, ну, и все. Ниже, после тебя за нас примутся. Вот именно, да. Сейчас бы отлететь от варваров. Ну, так же. Из майкупа. Я был не готов отправить. Мой из туманова выбежали. И варвары. И судорога еще, скажем. Бесплатная теха. Норм. Это очень в тему. Ну, что, два этих делать? Неохот. Я бы тут вырубил лес и рудник, наверное, поставил бы. Потому что тут нету производства вообще. Ой, не успел. Так. Давай, наверное, центр коммерции гавань ставить в покровке. Тут надо вырубить лес и сахар, это даже нормально. У меня тут пяти метаря в одном месте волеет. И... Нет, даже пяти метаря, это... Прям вообще топово. Это же пять рудник. Рейну. А шесть сахара... Рейну, базыры, кухи города. Тоже так-то неплохо. Растущие, но ленивые. Центр коммерции пока... Почему в центре коммерции я не гавань, потому что у нас Бандар Брюней есть. И я думаю, что я отправлю накопленных послов, ну, плюс один посол в Бандар Брюней. Покровка. Так, у нас там стоит против варваров, да. Ускорили ученичество. Ну, блин, и тут не пройдет. Завезла тебе стивилизация, Люк. Мне нравится. Бертики сразу. Люкс, это как оружие страдал? Рейна Цевана. Ну, точнее, он меня встретил. И далеко от моей территории. Так. Я сейчас просто справлю. Вот тут еще сверху мы ничего не исследовали. Надо бы туда. Троих пока нашел. Чего, кого-то отправили. Мне кажется, что трим сверху находится. Ветер северо-восточный. Северо-восточный. В смысле? Он на северо-востоке от тебя? Интересно, что компьютер как спер моего рабочего, так и не ходит им почему-то. А не знаешь ли... Так, я этот город хочу тут ставить. За анархивы. Нет, ну в смысле, когда... Анархивы-то грибаные. Мы их можем пристроить. Недорого. Следуем. Арктическая экспедиция. Рынок для караванов. О! Средневековье и крутой коммерческий район. Так, образование. Я прям в универе, то есть ничего не боюсь, прям тупо в науку валю. Три случайных озарения. Три, четыре. У меня четыре. Ну, по идее, должен раньше Рим забрать этого. Еще у кого-то четыре, кстати. Ну, вот это, мне кажется, три озарения. Так себе. Так, все еще конные лучники саки могу делать. Мне десять очков. Я думаю, что я в золотой век должен выйти в очередных 13 ходов. Я ни свои уникальные улучшения не строил, ни уникальный юнит не делал. Плюс я каких-то великих людей сейчас точно возьму. Еще. Мне надо научный город-государство найти. Но пока мы в Бандар-Брюне и отправим. А, нет, еще один ход. Ладно, еще ждем. Ага, видите, тут затапливаться будет, поэтому... Да, тут есть клетки, которые затапливаются. Причем даже на озерах. Это же озеро. Да, что спрашивали я? Мне вот тут два города тонет. И... Уже? Уже? Пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, в общем, на побережье девять клеток плотничком. Который затонут потом. А что за прикол? У меня разведчик с поезд гору прошел. Ну, он овладелся и великим... Надо, пойдем вниз. И в горе железо. В горе прям? Ну... Это, скорее всего, визуально, бак. Здесь, скорее всего, две клетки горы, и по границе проходит еще гора. На ощущение, будто на горе железо, и у меня сквозь гору прав. Включишься. Блин, а какой-то... Я понимаю, что... Мне вытянутся какой-то... А, ну да. Как к нему перейти? Стратегически нормально. И место на кампус плюс пять за порох и железо. Да. И на плюс четыре или плюс три, видимо. У меня есть одно место плюс семь кампус, но там этот... На счастье ресурс. Раз, два, три, четыре, пять, да. У меня было такое офигенное место под ромашку. Но... А бонус соседства здесь, это много. Бонус на соседство плюс десять? Да. Много. Это... Блин, почему мне достался? Нет. Нет, почему бывает. Да, ну, смещение не отдыхает. Ну, тоже такое. Представь себе такую клетку суши, окруженную рифами. А, риф же поблагодарить, да. Так, я понимаю, что... Так, стремя, судостроение и замки. Сложно, но крайне не... Необычная ситуация, но теоретически возможно. Теоретически возможно. Я думаю, что так распаунился. Так. Госслужба... Давайте лучше военную. Я хочу взять этих послов, чтобы в Бандар-Брюней и в Лиссабон отправить. Деньги нужны. У меня постоянно проблемы с деньгами. Арктическая экспедиция продолжает свою работу. Ну... Ну, чё, как там? Пять варваров пожелают. Захватили город. Ну, кстати, да, нам всем интересно. Расскажите про успехи варваров. Судя по тишине, успехи в успешные. Они справились. Причём, они даже перевыполнили планы, вычислили по IP. Пайки. Так, ну, в универе я первый вышел в образование. Улока вот встретил. Кохоке. Ещё одна научная ГГшка. Ой, научная. Под влиянием неизвестного игрока. Кого мне хочется больше в Кохоке, теперь уж с этим обучить Курганы Кохоке. Города получают одну еду от первого посольного Кургана. Слушайте, Курганы ничего такие. Или... Коренечка. Ну, Лиссабон просто ваши карваны нельзя грабить. Нафиг мне это надо. Мне Кохоке больше нравится. Мы самостоятельно выбираем гендерную идентификацию. Это скорее видовая. Повод ты условный. Хочу вот это ещё исследовать здесь. Человеком хочу быть гречкой. И дорожать. У нас толерантность. Хочешь гречкой, хочешь перловкой. Кем хочешь, может быть. Кстати, перловка потеряла свою популярность. Ты что-то подумал, надо. Куда мы катимся вообще? Пробухи и идеи. Что-то я... А что я строю тут? А, жимыш завершён так. Когда там у нас первый съезд нашего сообщества? Народных депутатов. Не депутатов по злаковым культурам. На шестидесятых? На шестидесятых. Да, после. На шестидесятых. А за что будем голосовать? Сделаем перловку великой сноу. Make перловка great again. Видимо так. Я помню, бабушка её покупала, чтобы курей кормить. На этом пока всё. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова